Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущая Лжас Байдельдинов. Ну, интереснейшие события происходят. Одно из них, наверное, это интервью, в кавычках, «откровение» бывшего главы, но я бы не говорил «Казмонайгаза», потому что в «Казмонайгазе» все-таки он был всего три месяца, менее трех месяцев. Наверное, бывшего главы «Казахтелекома» будет более правильно сказать. Это Серик Буркингбаев. И поговорим сегодня о том, почему же он обвиняет топ-менеджеров национальной компании «Казмонайгаз» в коррупции, почему говорит о том, что «Казмонайгаз» банкрот и должен 20 миллиардов долларов. Ну и в целом, скажем так, пройдемся по вот этим цифрам, потому что не очень люблю вот такие шапкозакидательские лозунги, знаете, о том, что все плохо, все там пропало и так далее. На самом деле, не совсем эта ситуация выглядит вот таким образом, как он описывает. Ну и сегодня поговорим некоторые вырезки из вот этих интервью, послушаем. Он несколько раз описывал интервью с Вадимом Борейко, это канал «Гиперборей». Сегодня поставим оттуда отрезок. С Арманжаном Байтасовым, бывает, это «Байтасов Лайф». Ну там больше, наверное, говорили про коммуникации, телекоммуникации, чем нефть, потому что Серик Буркингбаев работал в большей степени в телекоммуникациях, да, в «Казахтелекоме», по-моему, в 39-е, он стал председателем «Казахтелекома». В 39-е лет это был, какой, 2000, ой, 2000, говорю, это был 96-й год, затем он был министром транспорта и коммуникации, это 98-е, 2000-е годы. Ну и, конечно же, интервью с Гульнар Башкеновым в «Орданьюз». Почему мы вообще начали вот эту тему, ведь много чего говорится и про нефть, и про энергетику в целом. Мне довольно часто перекидывали эти ссылки и говорили, пригласи его на программу. Почему бы тебе не пригласить его, почему бы не поговорить, он говорит о проблемах отрасли, а это одна из, скажем так, краеугольных, наверное, вещей, о которых мы здесь говорим и которые мы здесь обсуждаем. Но я сегодня поясню, почему я все-таки не приглашу его на программу, потому что, ну, не знаю, это уровень квалификации и знаний такой, или все-таки это вот такое умышленное какое-то жонглирование данными. Ну, посмотрим, разберемся, вы сами решите это. Написал аналитику на наш портал, она называется под все тем же хэштегом «Казнефть». Можете посмотреть, как это выглядит и прочитать все эти цифры в более, скажем так, развернутом виде, потому что, ну, программа, она всегда такая более простым языком, направлена на более такой широкий круг, а статью все-таки и материалы читает такое, наверное, экспертное сообщество, нефтяники и отраслевики. Вот, кстати, фото, которое вы сейчас видите, это Серика Буркетбаева, представляет Карим Масимов и Канат Бузумбаев. Карим Масимов тогда был премьер-министром, Канат Бузумбаев тогда был представителем правления казахстанского холдинга по управлению активами Самрука. Тогда он так назывался, длинное название у него было. Это вот то фото, 29 мая 2008 года, и меньше трех месяцев он был главой Казмана и Газа, затем его сняли, затем его арестовали. Его сняли в августе, 20 августа, если же, в сентябре его арестовали. Ну вот, во всех интервью Серик Буркетбаев говорит о том, что его посадили за то, что он слишком глубоко залез в Казмана и Газ. Это цитата дословная, слишком глубоко залез в Казмана и Газ. Он везде так повторяет. Но вот я думаю, что сейчас те, кто смотрят, понимают, что если ты руководитель крупного холдинга, то за три месяца сделать что-то в этом холдинге, с учетом казахстанской системы сдержек, противовес, с учетом различных вещей по акционерным обществам и так далее, не очень-то возможно. Что можно изменить за три месяца, например, в Казмана и Газе? Ну я скажу, что если его назначили летом, то он не в силах поменять, не то что он, а вообще в целом любой председатель Казмана и Газа не очень-то в силах поменять заключенные контракты, которые прошли в начале года. Потому что специфика любой производственной компании, производственной дочки в структурах Самрука, это то, что тендеры проводятся в начале года, и они как бы на весь год, потому что это производственный процесс. Ну вы не сможете прервать этот производственный процесс без ущерба для какой-то деятельности, поэтому он в принципе и не говорил, что он какие-то контракты или тендеры разрывал или лез в них. То есть не нужно думать, что нефтесервисные компании, которые выполняют, они вот там такие безропотные. На самом деле они, может быть, даже по зубасте забастовщиков, и влезть в какие-то контракты это тоже не очень-то возможно, поэтому я не понимаю, что можно за три месяца сделать такого, чтобы тебя уволили и посадили. При этом он говорит о том, что требовал и приказывал пересмотреть итоги приватизации. Здесь, наверное, стоит пояснить, я сейчас эту цитату Министерства энергетики прочитаю чуть позже, изменить, отменить, что-то приказать по приватизации, это, наверное, и есть коррупция, потому что приватизация это довольно сложный процесс. Есть помимо самого, скажем так, холдинга, ну Казмоная газ на тот момент был холдинг, кроме Казмоная газа есть совет директоров, то есть представителем правления был Серег Буркинбаев, был совет директоров. Кроме совета директоров Казмоная газа есть там правление и совет директоров холдинга Самрук, над ними есть правительство, у правительства есть утвержденный план, он обычно называется комплексный план по приватизации, и что-то изменить в этом плане, когда приватизация уже прошла, ну невозможно. Как это? Вот представляете, мы с вами участвуем, например, в каком-то лоте, и говорим, знаете, вот интересует нас вот эта компания, мы видим в ней перспективу, мы участвуем в конкурсе, мы подаем документы, мы выигрываем этот конкурс, мы вкладываем какие-то средства в эту компанию, а потом приходит новый глава какой-то компании и говорит, вот знаете, я считаю, что это неправильно, давайте все отменим. Ну разве так бывает? Это не в суде, не в других инстанциях невозможно, в принципе, наверное, такое не бывает, но он говорит, я вот требовал приватизацию, отмену этой приватизации, и вот за это меня арестовали. Ну так это или нет, не знаю, посмотрим. Кстати, у Серика Миноварыча не очень большой опыт именно в нефтяной сфере, у него в коммуникациях, как я сказал, гораздо больше опыта, да, и в государственных структурах, и полевого опыта, например, нефтяника у него нет. Но он почему-то говорит в интервью, это тоже дословно, можете посмотреть, я, говорит, знаю нефтянку лучше, чем любой нефтяник. Ну ладно, если так, не знаю, пусть нефтяники сами рассудят, так ли это. Но по приватизации Бургалау он выступал, и вот это, наверное, было очень актуально, когда он говорил, он поддерживал забастовщиков Бургалау в начале года, сказал, что да, это требование обосновано, нужно компанию вернуть в государственную собственность и так далее. Но вот я прочитаю просто, что говорит Бургалау, и что говорит рабочие, что говорит Минэнерго, это официальное все сообщение. Ну вот работники Бургалау говорят, техника, на которой мы работаем, давно устарела. В автопарке есть оборудование 1981 года, мы просим улучшить условия труда. Ну, Серег Миноварыч, вы, наверное, должны знать, что в системе Казмоногаза уже долгое время не менялись операционные ставки на нефтесервисные услуги. И это одна из причин, кстати, почему из Казахстана ушли крупные дочки международных нефтесервисных компаний, там, Шлюмберже, СЛБ, Бейкер, Хьюз и так далее. Для них казахстанский рынок после серии девальваций стал неинтересен, и они ушли. Рынок нефтесервис, он достаточно конкурентоспособен. Само Бургалау что говорит? В 2014 году мы пробурили 233 скважины, в 2015-м 220, в 2018-м 188. То есть это так раз та самая динамика, которая сейчас характерна для всего нефтесервисного рынка Казахстана. Идет падение объемов, и, в принципе, Буркетбай сам об этом говорит. Ну, у нас, говорит, падающая добыча в Казахстане. Ну, а как при падающей добыче у нефтесервисной компании могут расти расходы? Ну, и при этом официальное сообщение Бургалау, я вот прочитаю. С учетом режима работы, доплат и премиальных выплат, средняя заработная плата бурильщика составляет 1 миллион 98 тысяч 191 тенге. Помощника бурильщика Памбура 912 тысяч 874. Ну, не маленькая сумма, в общем-то. Что здесь можно еще требовать? Ну, там требовали в Бургалау, чтобы в частной компании применяли такую же сетку, как в Казмонайгазе, соответственно, с большей заработной платой. Ну, не для этого приватизацию проводят, чтобы такие же условия, скажем, были во всех структурах. Ведь доходы-то падают, объемы снижаются. Ну, и что говорит Минэнерго в этой ситуации? Они, естественно, отреагировали. Пресс-релиз был официальный, есть ссылка на него в материале. Они говорят, что это важный вопрос о приватизации государственных активов. Есть список из утвержденных предприятий, которые поэтапно выводятся на приватизацию. И пересмотр итогов приватизации невозможен в принципе. Ну, в принципе, я это, конечно, от себя добавляю. Но в целом это был такой месседж, и я думаю, что все его поняли. Невозможно национализировать какую-то компанию просто по желанию работников или бывшего руководителя Казмоногаза, пусть даже и трехмесячного. Но, к слову, 17 февраля суд Жана Узени признал эту забастовку незаконной. Давайте послушаем, что Сереги Новорович говорил Вадиму Борейко. Наверное, такой симптоматичный будет такой отрезок. Около минуты. Давайте послушаем его. Я не знаю, к сожалению, хорошо нового руководителя. Но судя по тому, что всю жизнь он работал в отрасли, понятно, что работать в отрасли, достигать больших высот и удержаться там долго, это означает, что так или иначе он замешан в системной коррупции, которая есть в отрасли. То есть системная коррупция подразумевает то, что любой человек, который в этой системе не вписывается, не встраивается, то есть условно не берет снизу, не отдает часть наверх, он немедленно из нее просто выживается. Любыми способами. Или сажается в тюрьму, то есть он из системы выбрасывается. Любой человек, который удерживает в этой системе несколько лет, а здесь речь о десятках лет, то он так или иначе встроен в систему. Поэтому государству, руководству ожидать, что кадровые изменения внутри отрасли что-то кардинально поменяют, это нет. Ну вот, это отрывок. Говорили о новом главе Казмной Газы, тогда исполняющем обязанности назначили Курмангазы из Казиева. И вот он высказывался о том, что вся вертикаль в Казмной Газе замешана в системной коррупции, тем более если они работают там долгое время. Но здесь, наверное, Казмной Газу и руководителям, и бывшим на тот момент, и текущим, наверное, нужно как-то обозначить позицию, иначе все подумают, что так и есть, раз никто не возражает. Я просто напомню, кто в 2008-2009 годах был, например, в системе Казмной Газа. Совет директоров РД Казмной Газ, это основная добывающая дочка Казмной Газа, которая владеет добывающими активами Узень Мунай Газ, Эмба Мунай Газ. Это вот то, кстати, о чем долгое время-то и обсуждается, как говорится. Кэргильдэ Кобылдин был председателем. Он, кстати, мы его приглашали на программу, Кэргильдэ Максуш приходил, когда он был, и сейчас есть, в консорциуме КТК. Аскар Балжанов, генеральный директор был, Тулиген Бузжанов, Ержан Жангауф, Кинжибек Ибрашев, Кинжибек Ниязыч, Кристофер Маккензи, иностранные члены СД, Пол Мандука и Эдвард Вауш. В правлении Казмной Газа самого был Кэргильдэ Кобылдин. В совет директоров входил Булат Акчулаков, Булат Урал, сейчас министр энергетики, Галеусат Кишубаев, Питер Лэнг, Фрэнк Кайларс, который достаточно известный в нефтяных кругах. Максат Иденов, Данияр Берлибаев, Кинжибек Ибрашев. Ну, в принципе, это вся руководящая, скажем так, руководящие сотрудники, руководящие люди, скажем так, отрасли нефтегазовой. В том числе, например, в седьмых-десятых годах руководителем дочки Казмной Газа, Тенис Сервис, был Макзон Мирзогалеев. Макзон Маратович сейчас глава Казмной Газа, и они не могли не быть знакомыми, потому что в интервью Буркитбаев говорит, я строил морпорт Актауну, будучи министром транспорта и коммуникации, я создавал Казмор Трансфлот. Ну, а если Мунай Тенис осуществляла функции поддержки морских операций, нефти на Каспийском море, то, наверное, он его тоже знал. Но вот здесь к Серику Миноваровичу, наверное, простой вопрос. Серик Миноварович, вы всех, кто был тогда в системе Казмной Газа, и сейчас руководит отраслью, обвиняете в коррупции? Здесь, наверное, надо пояснить, потому что не совсем правильно это делать. Далее, ну, очередная страшилка, что КМГ банкрот. Я вот еще не понимаю, почему Казмной Газ с официальным каким-то релизом не вышел по этому поводу, потому что компания готовится к IPO, и давайте угадаем, что в СМИ или в телеграм-каналах будет более раскручено. Пресс-релиз Казмной Газа или то, что обвиняют Казмной Газ в 20 миллиардах долларов долгов, и в том, что Казмной Газ банкрот. Ну, как вы понимаете, второе, наверное, будет более заметно и ярко. Вот интервью Гульнар Башкеновой, Орда Ньюс, вот несколько буквально вырезок, там 10-15 секунд, сейчас давайте взглянем на них. И вопрос переграли в 5 секунд. Это не важно сейчас, кто сегодня в отрасли, они все в одной системе. Если ты не вписываешься в эту систему, пирамиду, которая снизу берет и наверх передает, да, и себе оставляет, тебе просто выкидывают или сажают в тюрьму. Да, и второй тоже отрезок из этого же интервью, тоже там буквально 10-15 секунд, про долги Казмной Газа. Когда нефтяная отрасль должна стать кормилицей Казахстана, ну или в ней настолько все плохо, потому что мы знаем, что минус 20 миллиардов отрасли должна, правильно, да? Ну и те же самые тезисы. Вся вертикаль и пирамида берет взятки, нет там честных людей, судя по его интервью. Казмной Газ банкрот и должен 20 миллиардов долларов. Ну давайте, мы все-таки аналитическая программа, и я всегда говорю, мы может эмоционально о чем-то можем говорить, но мы всегда опираемся на цифры. Я взял годовые отчеты национальной компании за 2008 год, 2009 год, 2021, и вот такую небольшую таблицу подготовил. Давайте взглянем на нее. Это официальные данные Казмной Газа. 8, 9 и 2021. Ну о 8-9 годах ведь идет речь, да? Смотрите, среднегодовая цена сорта бренд, я думаю, понятна. Раньше была выше, затем падала. В 21 году она вот что-то среднее между 8 и 9 годом. Добыча нефти у Казмной Газа по группе в целом, она выросла. Выручка от реализации, да, она снизилась, безусловно, но опять-таки это в основном вызвано низкими ценами на нефть. То есть чистый доход, он в принципе где-то в пределах одного уровня всегда находился, плюс-минус, потому что все-таки там не только есть, скажем так, экспорт нефти, там еще есть и внутреннее направление, и переработка на зарубежных активах и так далее. Я могу здесь ремарку сделать. Вот 8-9 год, выручка от реализации чистый доход, я взял из годового отчета, он в тенге, и я перевел его по среднегодовому курсу в валюту, чтобы было более наглядно, потому что, согласитесь, в 8 году и в 2021 году курс валюты был, ну, чуть-чуть, чуть-чуть он отличался. Ну и здесь есть строка общий долг. Я долг за 8-9 год сложил как балансовые показатели долгосрочных обязательств, долгосрочных педитов и текущих обязательств, займов, да, ну, скажем так, это либо какие-то займы до 12 месяцев, либо текущая часть долгосрочных обязательств, которые отражаются в балансе. Ну, по МСФО это так отображается. И, как видим, долговая нагрузка за это время, она снизилась. Здесь нет никакой суммы 20 миллиардов долларов, ее никогда и не было. Я не знаю вообще, откуда эта цифра. Ну и опять-таки переработка, я здесь привел цифры, она по группе компании Казмоногаз растет, и это здесь только переработка ВРК без учета иностранных активов. Ну и среднесписочная численность персонала, как видим, у Казмоногаза она снижается, потому что как раз-таки вот эти меры по приватизации активов, по реструктуризации, скажем так, предприятия, она все-таки действует. И Казмоногаз всегда обвиняют и всегда, скажем так, предъявляют, да, вот то, что есть избыточная численность. И если разделить добычу на количество сотрудников, то Казмоногаз не очень-то эффективен по сравнению с зарубежными компаниями. Мы об этом говорили, даже приводили этот бенчмарк и эти цифры. Ну вот здесь вопрос, опять-таки, где эти 20 миллиардов долларов? Нету 20 миллиардов долларов, есть 8,7 миллиарда долларов долгов. И можно посмотреть, например, колонку зампреда по экономике и финансам Даурена Карабаева в Казмоногазе, да, в годовом отчете, где он четко указывает, общий долг Казмоногаза с 2017 года снизился с пика 16 миллиардов долларов до 8,7 миллиарда долларов по итогам 2021 года. Серег Миноварович, у вас какие-то неправильные цифры, и я вам советую подтянуть матчасть, потому что, ну, нельзя пугать людей такими цифрами, ими не оперируете. И вы говорите о том, что переработка нефти в стране 12 миллионов тонн составляет. Ну, откройте последнюю презентацию и отчет Булат Урал Чакчулакова, министра энергетики, есть презентация, она доступна на сайте. Переработка нефти в Казахстане составляет 17 миллионов тонн, то есть почти в два раза больше, почти в полтора раза больше, чем вы говорите. Ну, такими цифрами разбрасываться, пугать людей, наверное, не надо. 20 миллиардов долларов в нацкомпании долгов никогда не было. Ну, конечно же, здесь сеть заправок Казмонайгаза. Куда без нее? Какое интервью, не знаю, там, оппозиционного политика, еще кого-то обходится без вот этой стороны? И опять-таки он говорит о том, что сеть Казмонайгаза была приватизирована задешево, зачем ее вообще продавали и так далее. Ну, я здесь, наверное, подготовлю какой-то определенный материал по этому поводу, потому что очень много мифов об этом. И в Казмонайгазе, кстати, в пресс-релизе, это было в апреле 2019 года, официально сказали, что стоимость, по которой была продана, была подтверждена Делойтом. Делойт – это международная аудиторская компания из большой четверки. И это рыночная стоимость, от которой проходили торги там на повышение, если не ошибаюсь. Так что это рыночная стоимость. По ней была приватизирована эта сеть. Почему Казмонайгаз ее не развивал? Ну, знаете, вспомните предыдущие годы и бренд заправок Казмонайгаз. Ну, вы там заправлялись? Я могу сказать честно, нет. Я заправлялся там в очень редких случаях, когда не было каких-то заправок рядом. Я заправлял там 10 литров, потом срочно ехал на какую-то заправку другую, разбавлял этот бензин более проверенным качеством, да, и, ну, как бы молился, чтобы ничего не случилось. Сейчас это совершенно другой бренд. Я думаю, что Казакойлу удалось, как вот в той известной фразе, да, научить слона танцевать в посудной лавке, и мы ведь там спокойно кушаем и приобретаем кофе. А вы можете представить, что мы в государственном Казмонайгазе покупали бы хот-доги и кофе? Какого качества они были бы и покупали бы мы их вообще? Ну, я посвящу этому определенный материал. Здесь, если можно, я через, скажем так, ТВ обращусь к Казмонайгазу. Вот этот отчет Deloitte, о котором идет речь, я, насколько понимаю, его в открытом доступе нет, но если вы мне дадите его для ознакомления, даже не для скачивания или чего-то еще, я приду в офис, я прочитаю его, оставлю его вам же, и просто эти цифры для себя подчеркну, потому что очень много мифов, и каждый раз Казмонайгаз обвиняет в том, что вот продали его задешево, и не нужно было ее продавать, ну, имеется в виду сеть этих АЗС и так далее. Ну, посмотрим еще по вот этому, скажем так, факту, еще можно обсуждать, да. Ну, и, конечно же, я не могу здесь не сказать, что то, что говорит Серик Миноварович, может быть таким приятным, скажем, да, алармизмом для вот тех, кто любит вот говорить о том, что все плохо в Казахстане и так далее, потому что, ну, все плохо, вот Казмонайгаз должен, все погрязло в коррупции и так далее, а вот я один хороший, три месяца был, и меня там убрали. Ну, вот, по его словам это так, хотя он достаточно долгое время работал в Кинге, и если вы прочитаете СМИ того времени, то там арест большей вероятности был связан с его деятельностью в Казахтелекоме, когда он передавал оборудование, прослушку Рахату Алиеву. Вот так тогда было, и одна из статей, кстати, по которой его задерживали, арестовывали, она инкриминировалась как госизмена. Ну, согласитесь, что в Казмонайгазе за три месяца госсменой вряд ли можно как-то заняться, да? Тем более никаких обвинений по Казмонайгазу в целом-то и не было. Ну, решайте как бы сами, да? Оговорок, в общем, очень много. Там и про Народный банк, который говорит, ну, там, поддакивает, что вот надо забрать Народный банк. Про РД Казмонайгаз. Ну, РД Казмонайгаз – это компания, которая была листингована на бирже, на лондонской фондовой бирже, на ЛСЕ, и что-то там с этой компанией сделать невозможно было в принципе. Ну, опять-таки, если у вас были вопросы, почему вы как руководитель Казмонайгаза, там, не знаю, не увольняли сотрудников, которые были у вас. Ну, вся управляющая отрасль, вся управляющая вот эта элита в нефтянке, она в то время работала в Казмонайгазе, но надо было тогда уволить их. Разве у председателя Казмонайгаза нет таких полномочий, расторгнуть трудовой договор? Почему-то вы тогда молчали, а вот сейчас вы стали говорить так. Это очень интересно, конечно, но это симптоматично для Казахстана, да, согласитесь. Кстати, осужден был Серик Миноварович на 6 лет, но вышел по УДО через 3 года. Тоже, наверное, вопрос, почему не обсуждается вот это, на каких условиях. Ну, ладно, не будем погружаться в это. Я могу сказать точно, с чем я согласен. С тем, что ВИА об этом говорится, что это достаточно дорогой источник энергии, мы об этом на программе всегда говорим. Это дорогая игрушка развитых стран, не очень подходящая Казахстану. Но говорится о том, что Казмонайгаз в рамках, скажем так, как холдинг, не очень эффективно управляет деньгами, и какие-то компании занимают, а какие-то компании размещают деньги на депозитах. С этим я согласен, и об этом я писал. Кэш-менеджмент, о котором говорили, если не ошибаюсь, еще в 2008-2009 году, на уровне холдинга он так и не был реализован. То есть кэш-менеджмент подразумевает, что есть какой-то операционный центр, который говорит, а, вот этим нужна ликвидность, вот этим, наоборот, она не нужна, а, да, давайте вот консолидируем и будем ей управлять. Но здесь, видите, достаточно большое количество, во-первых, ДЗО, не всегда у них в структуре собственников акционер только Казмонайгаз, есть СП и так далее, и достаточно трудно это было сделать. Но в целом сейчас есть система управления долгом, да, она так называется, программа управления долгом, поэтому в той или иной степени в Казмонайгазе это реализовывается. Ну, я соглашусь с тем, что Жанаузинь это вахтовый поселок, Серик Миновар здесь прав, он говорит о том, что в этом поселке не должно проживать такое большое количество жителей, я с этим согласен, я об этом многократно говорил. Сейчас проблемы Жанаузинья всегда перевешивают на нефтяников, но это не проблема нефтяников, это проблема в том, что вахтовом поселке, в котором там, не знаю, 10-20 тысяч человек должно проживать, сейчас проживает по факту там 150-180 тысяч человек, и которые тоже требуют устроить их в нефтяную компанию. Это на самом деле так, в начале года были забастовки, и люди садились на площадь и говорили, устройте нас в нефтяную компанию. Ну, слушайте, это же так не работает, это же рыночная экономика. Этим проблемам я посвятил много материалов, с ними можно ознакомиться. Ну, вот, например, один из материалов назывался «Предложение по реформе энергетики, по реформе Министерства энергетики», с ним можно ознакомиться, вот скрин, опять-таки, это под хэштегом «Казнефть». И, ну, честно, я, когда смотрел вот эти интервью, я ожидал услышать от 65-летнего бывшего, там, нефтяника, телекоммуникационщика, я ожидал услышать какие-то системные предложения, какие-то необходимые реформы, но в итоге он обсуждает, из какого рода, там, Алексей Ильич Айдарбаев, или говорит о том, что Курмангазы из Казиева назначили ИО «Председателя Казмоногаза», потому что он выходец, и он там представляет западный клан. Я сам из западного Казахстана, поверьте мне, нет никакого у нас клана. Ну, может быть, и есть, но меня в этот чат не приглашали. Ну, я приведу, и в материале привел в заключение цитату Элеоноры Рузвельт, «Мелкие умы обсуждают людей, средние умы обсуждают события, великие умы обсуждают идеи». Давайте перейдем от обсуждения каких-то эпизодичных, не знаю, там, каких-то хайповых вещей на то, что нужно делать для развития нефтегазовой отрасли. Ну, и в завершении, да, я обращусь, если это возможно, опять-таки посредством телеканала к руководству Казмоногаза, Министерства энергетики, Самрук Энерго, Казатом Прома. Давайте перестанем бояться и давайте отвечать на вот эти выпады псевдо-оппозиционеров, которые живут за рубежом, да, это там Аблязов, Харпунов. Они возглавляли министерство, кстати, Аблязов возглавлял Министерство энергетики и торговли, по-моему, так оно называлось, Харпунов возглавлял Мемор Министерства энергетики и минеральных ресурсов. Сейчас к ним добавился еще Джакишев, все его уважают, безусловно, умный человек, но после его интервью кажется, что Казатом Пром вообще не развивается и при нем было лучше. Так ли это? Ну, вы не бойтесь говорить об этом. Здесь еще добавился, вот, ну, Буркитбаев, который говорит, в Казмоногазе все разворовано, все коррупционеры. Там Наурусбаев еще, он возглавлял Кигок и говорит тоже в целом, что вот мы там не так развиваемся, не так это все должно быть и так далее. Не бойтесь опровергать это, потому что у людей и у иностранного сообщества, иностранных инвесторов это остается, скажем так, и запоминается, и потом в итоге на всю отрасль вот какое-то количество людей будет бросать такую тень. Ну, о Казмоногазе я вновь обращусь, если вы не согласны с тем, что весь Казмоногаз и вся вертикаль берет взятки, давайте какой-то пресс-релиз выпустите, ну и закроем эту тему. Увидимся через неделю, это Байдельдинов нефть, можете прочитать нас на официальных ресурсах в социальных сетях, в нашем телеграм-канале, в ютуб-канале. Увидимся через неделю на Атамикен Бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова